В одну скверную осеннюю ночь Андрей Степанович Пересолин ехал из театра. Ехал он и размышлял о той пользе, какую приносили бы театры, если бы в них давались пьесы нравственного содержания. Проезжая мимо правления, он бросил думать о пользе и стал глядеть на окна дома, в котором он, выражаясь языком поэтов и шкиперов, управлял рулем. Два окна, выходившие из дежурной комнаты, были ярко освещены. «Неужели же они до сих пор возятся с отчетом?» – подумал Пересолин. «Четыре их там дурака и до сих пор еще не кончили. Чего доброго, люди подумают, что я им ночью не даю покоя, пойду-ка подгоню их. Гури, останови!» Пересолин вылез из остановившегося экипажа и пошел в правление. Парадная дверь была заперта. Задний же ход, имевший одну только испортившуюся задвижку, был настиж. Пересолин воспользовался последним и через какую-нибудь минуту стоял уже у дверей дежурной комнаты. Дверь была слегка отварена и Пересолин, взглянув в нее, увидел нечто необычайное. За столом, заваленным большими счетными листами, при свете двух ламп, сидели четыре чиновника и играли в карты. Сосредоточенные, неподвижные, с лицами окрашенными в зеленый цвет от абажуров, они напоминали сказочных гномов или, чего боже избави, фальшивомонетчиков. Еще более таинственности придавала им их игра. Судя по их манерам и карточным терминам, которые они изредка выкрикивали, то был винт. Судя же по всему тому, что услышал Пересолин, эту игру нельзя было назвать ни винтом, ни даже игрой в карты. То было нечто неслыханное, странное и таинственное. В чиновниках Пересолин узнал Серафима Звездулина, Степана Кулакевича, Еремея Недоехова и Ивана Писулина. — Как же это ты ходишь, черт голландский, — рассердился Звездулин, со стервенением, глядя на своего партнера визави. — Разве так можно ходить? У меня на руках был Дорофеев. — Сам. Шепелев с женой. Да Степка Ерлаков. — А ты ходишь с Кофейкина? — Вот мы и без двух. А тебе бы, садовая голова, с Паганкина ходить. — Ну и что ж тогда бы вышло, — окрысился партнер. Я пошел бы с Паганкина, а у Ивана Андреевича Пересолин на руках. — Мою фамилию к чему-то приплели, — пожал плечами Пересолин. — Не понимаю. Писулин сдал снова, и чиновники продолжили. Государственный банк, два казенная палата, без Козыря. — Ты без Козыря? — Губернское правление, два. — Погибать да погибать, шут возьми. Тот раз на народном просвещении без одной остался. Сейчас на губернском правлении нарвусь. Плевать. Маленький шлем на народном просвещении. — Не понимаю, — прошептал Пересолин. Хожу со Статского. Бросай, Ваня, какого-нибудь титуляшку. Или там губернского. Да зачем нам титуляшку? Мы пересоленным хватим сейчас. Да мы твоего пересолено по зубам. У нас вот рыбников есть. Быть вам без трех. Показывайте пересолиху. Нечего вам ее каналью за овшлаг прятать. — Мою жену затрогали, — подумал Пересолин. — Ничего не понимаю. И не желая доли оставаться в недоумении, Пересолин открыл дверь и вошел в дежурную. Если бы перед чиновниками явился сам черт с рогами и с хвостом, то он не удивил бы их и не испугал так, как испугал и удивил их начальник. Явись перед ними умерший в прошлом году экзекутор, проговорив он им гробовым голосом, — идите за мной, окаянные, вместо, уготованное канальем, и дыхни он на них холодом могилы, они не побледнели бы так, как побледнели, узнав Пересолина. У недоехава от перепугу даже пошла кровь из носа, а у Кулакевича забарабанила в правом ухе и сам собой развязался галстук. Чиновники побросали карты, медленно поднялись и, переглянувшись, устремили свои взоры на пол. Минуту в дежурной царила полная тишина. — Хорошо же вы отчет переписываете, — начал Пересолин. — Теперь понятно, почему вы так любите с ним возиться. — Что вы делаете? — Мы только на минутку вашество, — прошептал Звездулин. Карточки рассматривали, отдыхали. Пересолин подошел к столу и медленно пожал плечами. На столе лежали не карты, а фотографические карточки обыкновенного формата, снятые из картона и наклеенные на игральные карты. Карточек было много. Рассматривая их, Пересолин увидел себя, свою жену, много своих подчиненных и знакомых. — Какая чепуха! Как же это вы играете? — Это не мы, вашество, — выдумали. — Сохрани бог. Это мы только пример взяли. — Объясни-ка мне, Звездулин, как вы играли. Я все видел и слышал, как вы меня били Рыбниковым. Ну, чего ты мнешься? Я ж тебя не ем. Рассказывай. Звездулин долго стеснялся и трусил. Наконец, когда Пересолин стал сердиться, фыркать и краснеть от нетерпения, он послушался. Собрав карточки и перетасовав, он разложил их по столу и начал объяснять. Каждый портрет ваше седельство, как и каждая карта, имеет свою суть, значение, как и в колоде, так и здесь. 52 карты и 4 масти. Чиновники казенной палаты «Черви», губернское правление «Трефы», служащие по Министерству народного просвещения «Бубны», а пиками будет отделение Государственного банка. Ну-с, действительные статские советники у нас тузы, статские советники короли, супруги особ четвертого и пятого класса дамы, колежские советники валеты, надворные советники десятки, ну и так далее. Я, например, вот моя карточка, тройка, так как, будучи губернский секретарь, ишь ты, перебил его Пересолин, я, стало быть, туз, трефовый, а ее превосходительство – дамас. Ммм, это оригинально. Ну-ка, давайте сыграем, посмотрю. Пересолин снял пальто и, недоверчиво улыбаясь, сел за стол. Чиновники тоже сели по его приказанию, и игра началась. Сторож Назар, пришедший в семь часов утра мести дежурную комнату, был поражен. Картина, которую он увидел, войдя со щеткой, была так поразительна, что он помнит ее теперь даже тогда, когда, напившись пьян, лежит в беспамятстве. Пересолин, бледный, сонный и непричесанный, стоял перед Недоеховым и, держа его за пуговицу, говорил. Пойми же, что ты не мог с Шепелева ходить, если знал, что у меня на руках я. У Звездулина Рыбников с женой, три учителя гимназии, да моя жена. У Недоехова банковцы и три маленьких из губернской управы. Тебе нужно было с Крышкина начинать, ты не гляди, что он с казенной палаты. А не себе на уме. Так я вашество пошел с титулярного, потому что думал, у них действительный. Ай, голубчик, да ведь нельзя так думать. Это же не игра. Так играют одни только сапожники. Ты рассуждай. Когда Кулакевич пошел с надворного губернского управления, ты должен был бросать Ивана Ивановича Гренландского, потому что знал, что у него Наталья Дмитриевна сам третей с Егором Егорычем. Ты все испортил. Я тебе сейчас докажу. Садитесь, господа, еще один роберт играем. И, уславши удивленного Назара прочь, чиновники уселись продолжать игру. Садитесь, господа, еще один роберт.